Это да, помогает. Для этих двух слов обобщенной функции я буду использовать такое стандартное обозначение OF, вот OF это обобщенная функция, не основная функция, там тоже OF, а именно обобщенная функция. Итак, стандартное функции D' по определению D' полное обозначение вот такое Rn, это множество всех линейных и непрерывных функционалов на D. Множество всех линейных и непрерывных функционалов на D. Ну, непонятно почему D' потому что аргументами у нас является D, поэтому если представить себе, что было бы какое-то множество основных функций S, скажем, то это были бы функционалы S' E, 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 E. Что это такое, мы не знаем. Это понятно, как вы любили. Расшифровываем теперь все слова, которые тут встречаются. Во-первых, слово функционал, вот еще раз, функционал, функционал, он называется правило, которое для каждой функции φx из d сопоставляет число, которое называется fxf. Вот это функционал, который принадлежит d', то есть если у нас задан функционал, функционал, некоторое правило, функционал из d', то это означает, что у нас, во-первых, для любой функции φx из d есть свое число, сопоставлено свое число. Вот выглядит обозначение для функционала как для скалярного произведения, но в скалярном произведении вот эти два совмножителя все-таки более-менее равноправны. равноправны. А здесь методы, они очень неравноправны. Первый совмножитель это функционал, а второй совмножитель это обычная функция, ну из множества основных функций. То есть менять местами как-то вырубаться нельзя. Почему все-таки такое старое обозначение, которое вознимало что-то другое, используется здесь? Но есть к этому причины. На самом деле один из примеров функционала, это именно скалярное произведение, и мы им будем активно шиваться. Вторая причина. На самом деле, если там посмотреть с более такой общей точки зрения, то вот эти два совмножителя не так уж и неравноправны. Ну, в общем, это уже предметы какой-то высокой такой математической диоды. Значит, будем считать, что первой причины достаточно. Главный такой очень важный пример функционала это скалярное произведение. Итак, но нас интересуют не любые функционалы. Кто помнит предыдущую водную лекцию на эту телу, помнит, что первыми такими функционалами это были интеграл, ну или вот эти скалярные произведения. А самые главные свойства у этих интеграл это их линейность и непрерывность. Вот поэтому эти свойства, которые унаследованы от интегралов, мы требуем, чтобы они были у всех функционалов, которые определены на многих других. Итак, функционал называется линейность. Значит, линейность. Это следующее предположение. Действие функционал F на произвольную линейную комбинацию даст нам линейную комбинацию образа. То есть свойство линейности предполагает, что функционал у нас удовлетворяет вот этому лекцию. То есть есть у вас определенный функционал, надо проверить, выполнять следует. И, наконец, непрерывность. Значит, для любой последовательности функций, для любой последовательности основных функций, вот сходящий к д, должно выполняться следующее. То, что написано здесь, это сходимость результатов действия функционала F на функцию нашей последовательности. Но этим результатом действия является число. Поэтому здесь стоит у нас числовая последовательность. И она сходится к вот такому числу. F тот же самый, а аргументом является предел вот этой последовательности основных функций. То есть это просто сходимость числовой последовательности. Поэтому, как бы, ничего уже дополнительно не сходится. Опять же, если мы имеем функционал, надо будет проверить вот это свойство. Для конкретного функционала. Вот. Ну, немножко можно вот последнее свойство непрерывности упростить. В связи с тем, что сам по себе функционал является частным случаем оператора. Ну, у нас оператор, просто он определен как правило соответствия между двумя множествами. Ну, в частности, у нас было понятие линейного оператора, тоже вот такого вот очень общего вида. То есть, что является исходным линейным пространством и что является конечным линейным пространством. Вот. Каждый раз, как бы, надо, там, смотрите, выбираться, да? Вот. Здесь у нас частный случай линейного оператора. Исходным линейным пространством является D, а конечным линейным пространством является R. Ну, множество действительных чисел. Тоже линейных пространцев. Вот. Поэтому линейный функционал, в частный случай, линейного оператора. Как мы знаем, для линейного оператора непрерывность какой-то одной точки эквивалентна непрерывности всюду. Вот. Поэтому вот эту непрерывность, вместо того, чтобы проверять в какой-то точке φ, ну, то есть для любой функции, можно проверить всего лишь для одной функции, да? Вот. Запишем это замечательно. Замечательно. Силу линейности. Силу линейности. Достаточно. 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 Проверить. Непрерывность. В нуле. То есть вот удобная линейность. Ну, то есть удобно брать в качестве вот этой функции φ 0. То есть это такая, ну, то есть основная функция и достопроектие непрерывности 0, и этого не гарантируют с непрерывностью. Ну что ж, посмотрим примеры. А вообще зачем? Пример. Пусть функционал, который мы назовем х квадратом, действует на любую функцию φ от х по следующему правилу. Это как бы определение функционала. То есть это равенство всего определения. Это х квадрат от минус до плюс бесконечности х квадрата φ от х х. То есть я определил функционал х квадрат вот таким правилом. Это действительно функционал. Почему? Дайте мне любую функцию φ основную. Я посчитаю этот интегралчик и скажу чему равно число, которое сопоставляется с функцией φ. В силу того, что у меня функция φ основная, на самом деле я всегда могу этот интеграл подразумевать и рассматривать как определенный интеграл по конечному интервалу. То есть не по всему пространству, а по конечному интервалу. То есть на самом деле какое-то такое R большое, не знаю какое-то. Для каждой функции φ оно какое-то свое, но оно точно не есть. Для данной конкретной функции оно какое-то. Вот. Спрашивается, является ли этот функционал линейным? Проверяем. Х квадрат. Альша х. Нюх b. Равно. Пользуемся определением. Х квадрат. Альша х. Нюх б. В. 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 действия функционала x-квадратных цепи, то есть это будет α x-квадрат на φ плюс, ну а во втором и так далее, x-квадрат действует, β x-квадрат на φ, то есть функционал, который мы написали, это линейный функционал, будет ли он непрерывным? В связи с тем, что функционал линейный, достаточно проверить его непрерывность в нулю. Возьмем произвольную φ, которая сходится к нулю, в d, но это в частности означает, это в частности означает, что φ-квадрат сходится равномерно к нулю, просто функция сама φ сходится равномерно к нулю. То же самое можно сказать и про любые ее производные, что они равны, но нам достаточно вот этого. То сама φ-квадрат исходится равномерно к нулю. А это что означает? Мы знаем условие равномерно исходимости. Вот если мы возьмем какое-то произвольное ε, больше 0, то найдется такой номер f, это называется 130 ε. Такое, что для всех номеров k, которые больше либо равны вот этого номера n от ε, и для всех x, вот эта равномерная исходимость сюда попадается, фикатая от x по 0, меньше x. Вот что такое исходимость равномерная к нулю. Для всех значений аргумента x, вот это равномерная, начиная с некоторого номера k, для любого значения. Так, значит, смотрим на вот этот вот номер вот этого числа. Это значение функционала x-квадрат на функции фикатая. По-моему, по определению это будет вот что такое, да? Ну, мы можем воспользоваться тем, что функция φ-финитная, и тогда взять уже вот эту форму. И тогда, значит, это будет равно, интеграл от минус n до n, x-квадрат на фикатая от ε. Вот, ну, дальше мы считаем, конечно, что k такое, что оно больше, чем вот это вот на ε, и тогда все вот эти фикаты, они меньше, чем ε. Мы тогда можем этот интеграл взять и ограничить ε. Ну, то есть под интегральный вот такой вот со множитель, под интегральный фикатой взять и положить его равном ε. Тогда оценка такая возникла. Интеграл будет, как минус r, dr, x-квадрат dx, а это будет равно ε умножить на 2r, x-квадрат dx, а это будет равно ε умножить на 2r, ну, то есть предел вот этой последовательности. Приказ, стримящимся в бесконечности равен, нулю. То есть мы имеем показания, что это столь угодно малое число. Понятно? То есть что мы имеем? Выводом, в качестве вывода, вот после всех этих проверок, мы должны сказать, что x-квадрат у нас определённое вот таким образом, конечно же, принадлежит d'e. То есть это обобщенная функция. Это пример обобщенной функции. Менение и непрерыводных функций. Вот. Ну, ещё один пример. Пример, ну, собственно говоря, с которого началась эта теория обобщенной функции, которая является, конечно, любимой обобщенной функцией в физике, математике и так далее. Итак, второй пример. Это так называемая дельта функция дельта. Определение. Определение. Функционалом дельта, действующим на функцию φ, мы по определению называем функционал, который возвращает нам значение функции φ к точке 0. Вот что такое дельта функция. Функционал, который действует вот по такому правилу. Очень простое правило. Дайте мне любую функцию φ. Результат действия функционала дельта функции δ это значение данной функции φ в точке 0. Доказываем, что этот функционал является линейным функционалом. А. Значит, подействуем нашей дельта функцией на комбинацию по определению. Что должно получиться? Значение вот этой линейной комбинации в точке 0. А. Ну, от x тут зависит φ и φ. Значит, должно получиться так. α0 плюс φ. Все примерно. По определению. Воспользуемся определением. Ну, а дальше. Вот в этом φ 0 и вот в этом φ 0. Я снова узнаю результат действия функционала δ. δ Так. Что мы имеем? Мы имеем свойство линейности. То есть δ линейность. Непрерывность. Возьмем снова производные ампитаты, стремящиеся к нему в D и подействуем на элементы этой последовательности функционалом D. Возьмем это дело по модулю. По определению мы получим фи, катая от нуля. Спрашивается, к чему это будет стремиться? К рейка, идущий в бесконечности. Но дело в том, что мы знаем, что у нас есть равномерное стремление с нашей функцией. И значит, при достаточно большом k число, которое мы тут имеем, это сколь угодно малое число для всех значений, но в том числе и для х равного нулю. Это же выполняется равномерная стремление. То есть это всё меньше любого ε для достаточно больших k. у меня достаточно больших k. Но что это означает? Что данная величина, ну вот так, в это всё стремится к нему непонятно, как и должно быть. То есть наш функционал D функция это непрерывный функционал. Значит D функция это обобщенная функция D, D, D. То есть это тоже функционал? Ну, в качестве упражнения самостоятельно, вот посмотрите, а будет ли обобщенная функция вот такой функционал? Да? То есть вот по какому-нибудь проверим вот это обсуждение. Обобщенная функция? Можно листачек? Обобщенная функция? Нет. Так вот простите вопрос, чтобы проверить, как вы с этими отделениями разобрали. Так, ну давайте разберём свойства D штырьки. Свойства, когда он может вкладывать всё. Так, ну во-первых, нам нужно определить такую ремешину, как сумма функционалов или умножение функционалов на число. Я сразу определил, как это альфа на F плюс бета G действует на F. По определению я буду считать, что это у меня альфа F действующая на F плюс бета G действующая на F. По определению. Ну, разумеется, это выполняется у меня для любых чисел альфа и бета и для любой функции F основной, да, для любой функции F. Буду считать, что это так. Это определение говорит нам, что само множество D штрих является линейным пространством. Если это определение мы принимаем, ну, это действительно так, тогда D штрих линейное пространство. Тогда D штрих линейное пространство. Второе. Определим сходимость D штриха. Сходимость D штриха, конечно же, не то же самое, что и опрелый функционал, да, это нечто другое. Второе. Определение, соходимость, дальше движка. Пусть у нас заданные функционалы. Ну, такая, бесконечная последовательность функционала. Мы будем говорить, что вот эта последовательность, дальше ФКТ. Скользится? Если. Если. Для любой функции ФИ и СД, любой основной функции, последовательность ФКТ. Скользится. Еще раз. Первая последовательность, которая написана, последовательность ФКТ. Последовательность функционала. Функционалы – это какие-то звери неведомые. То есть какие-то абстрактные правила. Что-то такое неопределенное. Но сходимость вот этой абстрактной последовательности определяется по очень простому призму. Возьми любую функцию ФИ. Любую. Не какую-то одну. Любую. А любовь. Подействуя на нее вот этими функционалами, если они заданы, то определены вот эти числа. Так вот, каждая такая числовая последовательность, имеется в виду для любой, должна сходиться. Тогда мы называем вот эту последовательность ФКТ, последовательность функционала, сходящейся. Ну, сразу же хочется спросить, а что такое будет предел вот этой последовательности? Да? Предел последовательности функционала. Вообще говоря, вопрос такой тонкий достаточно. Потому что, ну, вот как-то тут вот в этом определении возникает такое, что ли, ощущение, что мы определяем сходимость без предела. Вот, когда мы определяем сходимость обычной числовой последовательности, мы говорим, что числовая последовательность сходится тогда, когда найдется такое число, ну и так далее. Понимаете, вот оно как бы, если найдется, то сходится, не найдется, там, непонятно, как-то надо искать, может, найдется. Вот. Здесь, ну, вот, в крупном пределе вот этой последовательности вообще ничего не говорит, да? То есть сходимость как бы без предельного элемента. И делается это, конечно, потому что надо еще доказывать, что, ну, хорошо, давайте вот этим правилам, правилам, значит, которое дается нам сходимостью вот этих числовых последовательств, определим некоторый предельный функционал. Будет ли он обобщенной функцией? Будет ли он принадлежать пространству d3 или нет? Вопрос. И отдельная теорема должна быть по этому поводу, которая нам говорит, что предельный функционал это тоже обобщенная функция. Это отдельная теорема, то есть это не автоматический шильд получается, потому что, ну, у нас нет произвола в выборе вот этого вот элемента. Он определен вот этими последователями, он не абы какой, а вот отсюда вот следует. Так вот есть определенный, то есть есть отдельная теорема, которая говорит, да, предельный функционал это тоже обобщенная функция. Вот это свойство мы без доказательств запишем. Итак, функционал f, действующий на функции фи, к последующему правилу предел 3k, фк на фи, ну, речь идет о той же самой последовательности всегда. Вот функционал, определенный вот этими правилами, принадлежит d', это свойство. полноты f, действующий на функции фи. Обобщенная функция. Функционал, который определяется вот таким правилами, как предел последовательности функционала, ну, как предел последовательности обобщенной функции, это обобщенная функция. Это свойство полноты d', полнота. Но я напоминаю, что у нас какое-то множество называется полным, если операция предельного перехода не выводит за пределы этого множества. Так вот, d', наша множество обобщенных функций, это полная пространство. Призел последовательности функционалов, линейных и метрилировых, тоже линейный метрилировый функционал. Без доказательств. То есть это определенный период. Так, ну и еще. Все-таки в этом названии обобщенные функции. Слово функция присутствует. И хотя мы сказали, что это и не функция вовсе, а функционал, то есть совершенно другой объект. Чем же вот оправдывается вот это присутствие в названии этого слова? А вот че. Вот какое-то усмойство, оно такое, очень своеобразное. Рассмотрим. Рассмотрим. Лучше начинайте не с установок. Рассмотрим. Вот давайте я так пишу, f из д штриха, это значит функционал, это из д штриха. Мы будем говорить, что вот этот f равен 0 для всех x из g, посмотрите, что тут написано, f это функционал. Мы будем говорить, что f равен 0 для всех x из g, если для всех f, для всех феатр, принадлежащих d, g, f накид равно выжить. Итак, берем некоторую область g. Область g это область значений аргумента, аргумента основных функций. Значит, можно сказать, что в этой области функционал несколько равен 0, если для любой основной функции с носителем в этой области, носитель, который содержится внутри этой области, а значит за пределами этой области данная основная функция вообще тождественно равна 0. То есть отличные от нуля значения функции φ только внутри области g могут быть. Так вот, для любой такой основной функции функционал f на этой функции даст вам 0. Тогда мы будем говорить, что функционал f равен 0 для всех x из g, то есть на область g функционал равен 0. Это как бы, знаете, напоминает вот эту старую историю, когда вот там во времена, когда были там французские короли, у них там было такое правило, вассал моего вассал, не можно вассал. Вот тут вот какая-то вот такая ситуация. От x, строго говоря, вот этот функционал f независим. Но на самом деле не все так просто. Потому что от x зависит те, на кого действует функционал. Понимаете? И вот опосредованно через вот это все-таки какое-то подобие зависимости от x, оно восстанавливается. Хотя вот в таком смысле. Мы не знаем, чему равно значение функционала в данной конкретной точке. Это понятие вообще не определено. Так нельзя говорить. Ни про какой функционал нельзя сказать, что его значение в какой-то точке x чему-то равно. Но про функционалы некоторые можно сказать, что в какой-то области, а значит читай, в какой-то малой, возможно, окрестности вокруг x, функционал чему-то равен. Ну, в частности нулю. То есть мы не можем говорить о значении функционала в данной точке, но в малой окрестности, вблизи данной точки, можем говорить о этом значении. То есть, видите, это уже похоже на зависимость от аргумента. Понимаете? Но только эта зависимость, она такая не поточечная, а в смысле вот этих вот, хотя бы малых окрестностей. Но окрестностей не может быть в сколько угодно малых. И поэтому вот, конечно же, такое равенство, да, мы пишем вот таким номером. f от x равно нулю. Но всегда только в таком смысле для всех x из g. f функционал, но он может быть равен нулю в любой точке области. В данной точке не может быть, там, равен или нет. Вообще не имеет смысла об этом говорить. Но в области можно говорить. в том числе. Поэтому, конечно же, у функционалов тоже пишут вот эти аргументы. Ну, повторяю, как бы это используется в двух смыслах. Во-первых, это аргументы той функции, на которой действует функционал, так обозначается. А во-вторых, вот это правило для этого возможности определить. Ну, сразу же, когда можно сказать, что даны функционалы f и g из g, можно сказать, что f равно g для всех x плюс g. То есть два функционала у нас будут равны, если f минус g равно n для всех x плюс g. То есть вот как можно определить равенство функционала f и g. А это уже дает нам возможность записывать уравнение для функционала. Уравнение функционала. То есть, что значит правая часть функционала, функционал и левая часть. Вот что это значит. Но чтобы это раскрутить до чисел, до диски, надо всегда вспоминать, что а-а-а, так это надо брать любую основную функцию сносителем в этой области, и для нее должно выполняться вот это. То есть, несмотря на то, что вроде используется тот же значок, что и для чисел, в числовое равенство это превращается вот когда. Когда мы подействуем функционалом. Так, ну все, начнем. Спасибо. 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 Спасибо.